В этом году в Ульяновск приехали представители бизнес-сообществ, структур федеральной и региональной власти из 15 субъектов Российской Федерации. На этот раз всероссийский бизнес-форум совпал с днём государственного, гражданского и муниципального служащего Ульяновской области. И как отметил председатель регионального правительства Александр Смекарин, открывая форум, этот сигнал – сигнал к тому, что мы должны быть вместе и вместе двигать Ульяновскую область вперёд. Напомним, бизнес-форум «Деловой климат в России» возник по инициативе губернатора Сергея Морозова. За время своего существования он стал настоящей экспертной площадкой, а принятые на нём решения в следующем году обязательно рассматривались на федеральном уровне и зачастую притворялись в жизнь. Несомненно, горды тем, что Ульяновский форум является итогом, как я сегодня говорил, в череде мероприятий, посвящённых тематике делового климата. И принятые решения или выработанные идеи и предложения с нашего форума очень часто становятся ключевыми для формирования повестки на 2017 год. Именно Ульяновская область выдвинула ряд инициатив по улучшению делового климата, нашедших продолжение на федеральном уровне. К примеру, мы первыми приступили к внедрению риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности. Вы знаете, вообще сам по себе факт, что это мероприятие проходит именно в Ульяновске, уже говорит о том, что область находится в авангарде этого движения. Я знаю, что в Ульяновской области разработаны и активно реализуются планы, связанные со снижением административного давления. Знаю, что губернатор области входит в состав проектного комитета по приоритетной программе реформы контрольно-надзорной деятельности. Поэтому надеюсь, что и дальше Ульяновская область будет в лидерах движения по улучшению предпринимательского климата. Ульяновск же первым озвучил идею налоговых каникул и отказался на ближайшие три года от увеличения налогов. Что еще мы можем предложить? Кстати, мы уже передали на муниципальный уровень часть налогов по упрощенке. И будем, я полагаю, рассматривать в перспективе, причем в 2017 году сразу это подчеркиваю, возможность полной передачи этого налога на муниципальный уровень. Но здесь есть, конечно, ряд моментов, но в том числе и достаточно важный момент, который пока не все коллеги осознают. Нам нужно не просто передать в качестве такого подарка эти средства, а первое и самое, может быть, даже главное – привязать эти средства к муниципальным программам развития предпринимательства. Неудивительно, что опыт Ульяновской области высоко оценен не только предпринимателями, но и экспертами. Наиболее передовая область и по цифрам, которые видятся, и по общему мнению сложилось, что если хочешь начать бизнес, езжай в Ульяновск, там тебя встретят с открытыми дверями. Ну, то есть авторитет в этом смысле области очень высокий. Губернатор ваш очень высоко оценивается бизнес-сообществом. И область... Ну вот я приехала с предпринимателями, разговариваю, с опорой России, поговорила с руководителем. Ну, так у вас здесь рост при финансовой активности налицо. Добавим, что основными площадками обсуждения на этот раз стали Всероссийская конференция «Контроль, надзор и его риск-ориентированная модель», пленарная сессия «Итоги региональной предпринимательской инициативы» и заседание Комиссии опоры России по импортозамещению. Георгий Кузнецов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.